Друзья, всем привет, с вами Сновайс. Добро пожаловать на канал обзор гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале будет распаковочка на новую модель от компании Xiaomi Redmi Note 9. Этот телефон незаслуженно обделен вниманием, но дело все в том, что Xiaomi сами виноваты. Они сначала выпустили Redmi Note 9s, телефон с мощным железом на 720 snapdragon, но без модуля NFC. Этот телефон стал продаваться у нас в первую очередь. Потом они анонсировали более мощную версию Redmi Note 9 Pro. Тоже на таком же процессоре 720G, но с камерой уже на 64 мегапикселя. Основной модуль и с NFC. Этот телефон получился довольно дорогим и стоит сейчас порядка 20 тысяч рублей. Ну и в самую последнюю очередь они показали нам Redmi Note 9. Он получился несколько противоречивым, но все дело в том, что их очень много версий. Есть версия 3.64, есть версия 4.128, есть версии для индийского и китайского рынка с NFC и без NFC. И здесь черт ногу сломит и все естественно могут запутаться, особенно покупая на Алиэкспресс, потому что версий их очень много, поверьте. Народ не совсем понял, почему они сделали версию 64 гигами накопителя с всего лишь 3 гигами оперативки. Но опять-таки это сделано было из-за маркетинга для того, чтобы этот телефончик не убивал продажи 9s. Да, 9s без NFC, но у нее минимально 4 гига оперативки, у нее стеклянная задняя панель и чуть лучше железо. Но многим естественно очень важно наличие NFC. Ну и для того, чтобы в общем избежать вот этих вот съеданий внутри линейки друг друга, они выпустили немножко странное устройство. Redmi Note 9 3.64. Я взял версию 4.128 и, как мне кажется, это оптимально на текущий момент времени. Вы вольны, естественно, использовать карты памяти, но, как по мне, 128 гиг это вполне достаточно. Как я уже сказал, есть версии с NFC и без NFC. Поэтому очень важно смотреть, чтобы у вас было написано на коробке NFC, чтобы была наклеечка NFC. Модель у вас заканчивалась на SG, потому что есть еще моделька, которая заканчивается на SS. Там модуля NFC не будет. Запомните, это очень важно. Ну что ж, про все тонкости и нюансы я вам рассказал. Давайте уже заниматься распаковкой и смотреть, что же Xiaomi положила нам внутрь. Ну что ж, друзья, давайте уже распакуем коробочку. Я взял в себе телефончик белого цвета. Мне кажется, он должен смотреться нарядно. Они также есть еще зеленого, синего цвета. Ну, вот они, собственно говоря, на коробочке здесь отображены. Здесь у нас, я подозреваю, что находится макулатура и чехольчик. Да, так и есть. Инструкция, гарантийка. Ну и стандартный вот такой вот обычный пластиковый чехол, который компания Xiaomi сейчас кладет практически во все свои телефоны. И сам телефончик. 48 мегапикселей. Четверная камера. 5020 мА. Батарея. 18-ваттная быстрая зарядка. И экран на 6,5 дюймов. Но если быть совсем точным, 6,53. Full HD+. С дырочкой, а не капелькой. И high-performance Helio G85. Ну, компания Xiaomi заявляет, что G85 от MTK это типа игровой процессор. Но надо понимать, что, естественно, это не совсем так. Да, он будет чуть мощнее, чем G80. Но, допустим, до G90T ему, как до Киева, пешком. Ну, собственно говоря, это у нас бюджетное устройство от компании Xiaomi. Xiaomi это самая младшая модель в линейке Redmi Note 9. Поэтому ожидать от него какого-то сверхсноксшибательного железа не приходится. Шикарно смотрится, ребята. Он не совсем белый. Он вот такой вот переливающийся. Матовый. Он даже не глянцевый, а матовый. Очень классный градиент идет. От почти белого вниз к такому фиолетово-розовому. Классный перелив такой металлический. Ну, цвет металлик. Так, давайте попробуем снять эту бумаженцию, которая мешает здесь. Что-то она не хочет отклеиваться. Опа. Вот, удалось. Супер. Блок камер сзади у нас 48 мегапикселей. Естественно, по традиции и по веню моды он сделан вот в таком вот квадратном форм-факторе. И датчик отпечатка пальцев. К сожалению, в отличие от Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, он находится не в кнопке включения, а по традиции на тыловой части. Но это вкусовщина. Кому-то нравится так, кому-то нравится эдак. Также мы видим здесь одинарную вспышечку. Сверху мы видим инфракрасный датчик. Спасибо компании Xiaomi. До сих пор везде икопорт интегрирует. Это очень удобная фича, надо сказать. Также здесь отверстие под микрофон шумоподавления имеется. Снизу мы видим 3,5 мм под наушники. И еще один вход основной для микрофона. Отверстие, вернее. Type-C для зарядки и синхронизации. И одинокий динамик. Динамик здесь, к сожалению, всего лишь один. С правой стороны традиционный блок для Xiaomi, кнопка включения и клавиша регулировки громкости. Ну и с левой стороны здесь у нас лоточек. И он, слава богу, не комбинированный. То есть вы можете вставить сразу две симки и SD. Ну и на фронтальной части мы видим глазок камеры. На экране, кстати, наклеена уже заводская пленка. Это большой плюс. Спасибо, Xiaomi, что заботишься о нас. Так, давайте посмотрим, что еще внутри мы видим. Мы видим, естественно, зарядочку. Давайте достанем. Большой блок. 18-ваттный. Как раз-таки это у нас быстрая зарядка. Соответственно, он должен довольно-таки быстро заряжать этот телефончик. Ну и, естественно, мы видим Type-C кабель. Никаких наушников здесь нет. Ну, компания Xiaomi, как правило, никакие наушники никогда и не вкладывает. Это не в ее традициях. Что касается корпуса, то он полностью пластиковый. В отличие от того же 9S и 9 Pro, где идет стеклянная спинка и металлическая рама, здесь целиком и полностью пластик. Но, надо сказать, что это довольно качественный пластик. Особенно учитывая расцветки. Вот это самое клевое, на мой взгляд. И смотрится она действительно очень потрясающе. Понятное дело, что в любом случае вы всю эту красоту спрячете в чехольчик. А здесь наклеите стекло, ну или будете использовать эту же пленочку. Но, тем не менее, смотрится телефон классно. И, что интересно, здесь поверхность такая а-ля матовая. И, вы посмотрите, практически не остаются отпечатки пальцев. Это действительно очень круто. Мне нравится. Ну что ж, друзья, предлагаю теперь все-таки включить телефон, сделать первое включение и посмотреть, что же там у нас ждет внутри. Ну что ж, друзья, датчик отпечатка пальцев я настроил. И разблокирует он довольно шустро. Находится он на тыльной стороне. То есть мы прикасаемся и все. Телефончик разблокировался. Давайте еще раз. Прикасаемся. И телефончик разблокируется. Единственное, что, конечно, датчик сам находится заподлицо. И, ну, практически вровень его нащупывать довольно-таки сложно. Хотя, когда телефон будет в чехле, то это будет сделать гораздо проще. Давайте посмотрим максимальную яркость. Ну, вот она сейчас и включена. И надо сказать, что довольно ярок дисплей. Но какого-то запаса нету. Нужно будет посмотреть, как поведет себя дисплей на ярком солнце на улице. Но вот сейчас в помещении я не могу сказать, что это чрезмерная яркость. Давайте сделаем половинку. Ну, и, как по мне, все-таки хочется добавить. Ну, хотя бы вот таким вот образом. То есть по яркости, когда вы поставите на максимум, это будет, ну, вполне нормальная яркость. Но не более того. Что касается оболочки. Здесь, естественно, у нас MIUI. Здесь у нас стоит сейчас 11.02. Ну, и я более чем уверен, что телефончик получит обновление на 12-ю версию. И, соответственно, будет еще долго и счастливо обновляться. 128 гиг, как я уже сказал, у меня накопитель. Плюс 4 гига оперативка. Давайте послушаем громкость. Как у нас этот монодинамик звучит. В принципе, довольно-таки себе громко звучит динамик. Несмотря на то, что он один. Но, естественно, здесь больше присутствуют высокие частоты. Низких частот, как таковых, нет. По настройкам здесь все вполне стандартно для оболочки MIUI. Ну, и вот надо сказать, что на первый взгляд я не могу сказать, что она прям-таки безупречно, плавно работает. Какая-то чувствуется вот небольшая, что ли, дерганность. Хотя, в принципе, MTK G85 должен быть неплох. Мы посмотрим уже, естественно, в основном обзоре по цифрам, что он набирает у нас в Antutu, в Geekbench. Потестируем его в играх. Но нам обещают, что это игровой процессор. Поэтому, по идее, он должен все тянуть без проблем. Ну, в общем, будем посмотреть. Ну, и по традиции, давайте сделаем несколько кадров. Посмотрим, на что способен данный фотомодуль. Мне очень интересно, какое максимальное разрешение видео здесь. Потому что, насколько я знаю, G85 не умеет снимать в 4К. Так, не вижу, где здесь настройки. Фото, видео. Так. А, ну вот, качество видео. Качество видео. Здесь 80p 30 кадров и 720p 30 кадров. То есть, к сожалению, даже 60 кадров нам не завезли. Ну, это очень грустно. Ну что ж, давайте я сейчас сделаю несколько кадров, включая селфи. И посмотрим, как это получилось. Ну что ж, я сделал несколько кадров своих растений. Давайте посмотрим. Они стоят на окне. Освещение от окна идет. Естественное. Ну, довольно интересно получается. Вот такое а-ля макро. Так, давайте попробуем приблизить. Ну, вполне себе четко получился цветочек. Неплохо. Это селфи. Ну, надо сказать, что селфи-камера здесь не самая-самая лучшая. Хотя, вот, в принципе, по деталям, вы знаете, вполне себе неплохо. Даже вот растительность моя четко видна. Ну и абрикосы здесь получились нормально. Даже видно, вот, что они такие вот пушистенькие, мохнатенькие. Ну что ж, этот фотомодуль мы в любом случае протестируем от и до. Пофотографируем и в плохих условиях, и на улице в солнечный день. Поснимаем и видео тоже. Посмотрим, в общем, от и до, как снимает самый бюджетный телефон Redmi Note 9 из линейки девяток, которые сейчас вышли. Но, на первый взгляд, надо сказать, что телефончик смотрится очень недурственно. Особенно мне нравится расцветка. Он очень удобно сидит в руке. Действительно, очень комфортно. У него действительно неплохой экран. За эти деньги, мне кажется, вы получаете вполне себе достойное устройство. Но, опять-таки, не промахнитесь. Если вам обязательно нужно NFC, то смотрите на значок NFC на коробке. Ну и плюс окончание у модели должно быть не SS, а SG. Ну и здесь, вот, пожалуйста, да, модуль NFC у меня присутствует. Соответственно, вкл-выкл он работает и я смогу им пользоваться. Поэтому, будьте внимательны при покупке именно версии Redmi Note 9. Потому что в продаже есть версии с NFC и без. Ну что ж, надеюсь, обзор распаковочка вам понравился. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях. Ну а основной обзор я, по традиции, сделаю уже где-то через недельку, когда попользуюсь телефоном и смогу рассказать обо всех плюсах и минусах.